Всем доброго времени суток! У Мани, лепшей подруги Самвейла Дэнь на Роджине. Самвейл сияет, как начищенная бляха на солнце. Что его так обрадовало? Едет в машине, такую речь толкнул. И счастье тебе, Маша, и здоровье, и любви, и красоты, и богатства. Ну, это стандартный набор пожеланий. А еще пожелал, чтобы не встречались на ее пути мерзавцы, которые будут ее использовать. И чтобы душой она отогревалась не только у них в городе, а везде, куда бы она ни поехала. И пусть его зрители тоже поздравят Машеньку подпиской, ну и, конечно же, просмотрами. Очень высоко он ценит Машу. Это с ее подачи он стал заниматься песнями и клипом. До этого он, конечно, говорил про это, но после того, как он с нею пообщался, он прям загорелся, загорелся. Даром их разговорчики не прошли. Он в трансляции говорил, что она тоже попсу пела. Думаю, дай поищу, послушаю, что же она исполняла. И как это все у нее было снято. Как звук. Да, разница между исполнением Самвела и ее колоссальная. Звук чистейший. Клип снимал, конечно же, у нее профессионал. Не мужик, который свадьбы снимает, как у Самвела, а профи. Это факт. Аранжировка классная. Вот вам и бедная Маша, которая, как уверял Севка, намного беднее его. Устрицами все ее откармливал, голодающую. Она за песни, клипы и запись отдала намного больше, чем он. И у нее нашлось-таки на это все средства. Приехал Самвел к маме. Мама на кухне, раннее утречко, завтрак готовит. Самвел хвалит. Молодец. Вот видите, мама сама себе еду готовит. А можно уточнить, какую именно? Из лотка листьев накидала в миску и перемешала их, да? А еще надо было добавить, что мама очень шикарно кипятит воду. Мастер-шеф 80 уровня. Надя только уехала, у нее в холодильнике палец некуда всунуть было. Готовит она себе сама. Не смешил бы. Вилка мешает в миске, а другой рукой пальцами придерживает. Вот так, знаете, если рассказать, да, ну вот стоит человек, перемешивает зелень для салата вилкой. Ну и пальцами другой руки помогает. Ну как бы звучит вроде бы нормально, да? Но когда ты увидишь это все воочию, вот эту куриную кривую лапу, вот эта кисть бабы-яги со скрюченными пальцами, ковыряющаяся за разными ногтями в салате, зрелище, скажу вам, еще то. Какой у тебя сегодня сахар, мама? Как только она знает, что сахар у нее в норме, цифры у нее от зубов отскакивают. Вот как сейчас. Выдала, как на духу, 7,2. Как только знает, что высокий, и тут же начинается, да, я что-то не помню, да я и не мерила, или мерила, не помню, на каком глюкометре мерила, вроде что-то величейненький был, величейненький. 10 с фостиком. А когда Самвел начинает проверять, там и 17 при этом может быть. Вот такие в Аббитане фостики бывают. Открыл холодильник, ну вот, да, как я и сказала. А там, как в ресторане, кастрюлик, видимо-невидимо, лоточками забито все под завязку. Мама приготовила, да, не щадя живота, для себя и для своего сыночка старалась. Так она занята была приготовлением, что переодеть пижаму некуда. Так в ней она и шлындает. Спасибо Наде, что севке есть, что пожрать с утра. Холодца ему сварила, знает, что он любит холодец. Холодец приготовила, кушай на здоровье. Самвел говорит, никто не ест этот холодец, кроме него. Я в этом сомневаюсь. Хоть пару ложек, но ТВ-шка пробу снимет 100%. Кусинчик ей можно. Смотрю, стоит у нее опять бутылка воды в холодильнике. Вот она упорно ее туда ставит и охлаждает. Ей что в лоб, что в полбу. И в этот раз Самвел, будто и не висит этой бутылки. Человек настроение. Как только он злой, настроения у него нет, и есть у него желание поорать на маменьку, он все непременно это сделает, наорет, выльет эту воду. А сейчас он добрый. Глянул, будто и не видит. Ну и пусть стоит. И пусть маменька пьет. И пусть шипит, как змея. Наоборот, будет за что прицепиться в следующем видео. А как Надю благодарит. Вот это сунул свой длинный нос в холодильник. Посмотрел на это все. Говорит, Надя, какая молодец. Приехала и очень хорошо ему помогла. И еще Надя сказала, что они всегда могут на нее рассчитывать. Стоит только Самвелу сказать, что он в ней нуждается, и она всенепременно хлопнется озим и сивкой-буркой появится. Я прибегу, ты только свисни. Ты лучше кисни, а не кисни. Такую открытку мне подарила подружка. Итак, Надя еще сказала, если надо будет, она приедет на два и даже на три дня. Ой, какая скромница Надя. Если надо будет, она и на совсем переедет. Не, ну а что такого? Она не для себя старается. Для них, конечно же, и для сына, и для маменьки. Но раз люди нуждаются и без нее, ну никак им не обойтись. Разве она может бросить родычей в тяжелую минуту, в трудной ситуации? Ну, конечно же, нет. ТВ-шка говорит, ну что, я Зину зову, а то она сейчас увидит твою машину и не придет. Че так? Че она так севку-то боится? Бегает от него, как черт отладана. Как только приходит Зина, пусик от нее не отходит. Пришла она, сидит, пусик возле ее ног сидит. Да, животное не обманешь. Его плевать на вот эти все пусюнь, мусюнь. Он ориентируется на чувства. К Наде он не подходит. Он вообще, в принципе, я обратила внимание, к ним никому особо не тянется. Ну вот не верит этот котик сладким речам. Не обманете. Зацепились Зиной языками за кота. ТВ-шка на кухне пищу уничтожает, ну то бишь, завтракает. Зачем она Зину позвала? Чтоб она сидела и караулила ее? Для чего? Ах да! Надя же дала комсомольское задание Зине. В одиннадцать часов приходить и забирать ТВ-шку из-за стола и гулять с нею, гулять и гулять. Подождите еще. В одиннадцать она только садится за стол. А когда она выползет из-за него, это еще надо ждать, ждать и ждать и ждать очень долго. Севка говорит, на Зина, иди, вычеши кота. Вот все, кто переступает порог этого дома, должен вносить свою лепту. Сидеть просто так нельзя. Обязательно люди должны поучаствовать в съемках. Обязательно люди должны, ну хоть что-нибудь, но сделать. Зина села, стала вычесывать кота, стала с ним сюсюкать, мусюкать тоже, там что-то в лицо ему лезть, вроде бы как там с поцелуйчиками, ну в общем прям близко-близко к нему приблизила свое лицо и говорит, отце скажут, что я делаю это специально, чешу кота с утра до ночи. Севку так рассмешила эта фраза, прям он долго не мог остановиться. А я подумала, плюют на зрителей, матерят, возмущаются комментариями, но без них никак, никак без этих зрителей. Что-то она его чешет, а я смотрю, котик что-то так нервно хвостом дергает, мне показалось, что он вообще не в восторге был от вот этих вот манипуляций. Может быть, ему надоело, может быть, она там слишком сильно надавливала, но в любом случае, как бы кот там не дергал хвостом, но не ушел, хотя мог бы и уйти, был бы Сайгак на его месте, честно, лупанул бы так, что мало не показалось бы. Самвел говорит, Зина, а ты знала, у нас вот здесь жила соседка, Татьяна Константиновна ее звали. Да, оказывается, Зина ее знала. Говорит, мы с ней общались, хотя бы какое-то упоминание о том, что у Зины есть тут в округе или были хотя бы, по крайней мере, какие-то знакомые бабушки, с которыми она общалась, помимо ТВшки. Сейчас, я так понимаю, что никого в окружении нет, только одна баба Таня. Насчет Татьяны Константиновны Зина сказала, что неплохая была женщина, она ее даже похвалила, говорит, всегда была ухоженная, она за собой очень следила, всегда красилась, всегда следила за своей прической. И я вспомнила видео, когда Самвел пришел к Татьяне Константиновне в гости и показал ее квартиру. Я не знаю, она там порядок поддерживала или квартиранты, бог его знает, но было чисто. Да, ничего такого супер модного не было, но в любом случае там было очень чистенько, прям все такое и беленькие там покрывальца какие-то лежали, ну в общем и бабушка лихо так очень накрыла на стол, угощала севку прямо от всей души, он не остался в долгу и принес ей целую кучу продуктов к столу, ну подкидывал он ей денег, чтобы она могла кормить котиков, и вот не лень была женщина, очень любила животных, без конца в любую погоду она спускалась вниз и подкармливала котов. Ну вот, в общем-то и все, видео подошло к концу, было очень содержательное видео, минут 5 ТВшка бегала, готовила себе завтрак, потом минут 15 Самвел зина чухали кота, за 15 минут ТВшка только съела салат, она будет есть около часа, тогда у Самвела была трансляция и вот она как раз в этот момент пошла ужинать, раненько была трансляция, она там и чавкала и хлюпала и сербала и стучала ложкой, в общем отвлекала как могла, я засекла время, но я чуть так смотрю, долго-долго по времени тянется, думаю, когда же она уже закончить, пора уже 25 раз поесть и прийти, она все ест и ест, засекла время, сколько она ела, вышла, она ела 50 минут и вот сейчас она только села есть цветную капусту, Зина зовет Самвел, иди посмотри как много мама ест, лучше бы он показал как много ест он, себя шифрует никому не показывает, ни зрителям, ни Зине, мамку показывает всем, ТВшка говорит, ем много, да, но ем свое, у меня раз такая мысль сразу, а раньше она что, чужое что ли ела, потом она объяснила, что свое, это значит ничего запретного она не ест, а только то, что ей можно, Зина подошла к ее тарелке, показала, сколько ей хватило бы на завтрак, ТВшка сразу такая недовольная стала, ну, ЦТОБИ хватило бы, а мне мало, ну, тогда продолжайте и не отвлекайтесь, вот таким вот был мой обзор, на этом я буду его заканчивать, всем спасибо за просмотр и всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok